В Люберцах прошел круглый стол, где обсудили работу комиссии по миграционной политике, межнациональным и межрелигиозным отношениям. В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, члены общественной палаты, а также руководители национальных автономий. Главная цель этого круглого стола — обмен опытом в деле гармонизации межнациональных отношений. В Люберцах собрались лидеры подмосковного региона, работающие в этом направлении. Приветственным словом делегации встретил глава городского округа Владимир Ружицкий. Люберцы, как и большинство городов Московской области, территория привлекательная для мигрантов. Сюда едут на заработки, здесь проще купить квартиру, чем в столице. В Люберцах существует шесть межнациональных диаспор. Все они активно участвуют в жизни округа и ведут работу по адаптации мигрантов. Тесно взаимодействуют с административными органами и с общественной палатой. Во время круглого стола было подчеркнуто, что опыт Люберц в этой сфере особенно интересен. Выбор Люберц совершенно не случайен. Во-первых, это сделано потому, что общественная палата города Люберца в целом и комиссия по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям является одним из лидеров в этой работе, накопила большой положительный опыт. Подробный отчет о деятельности комиссии по межнациональным отношениям Люберецкой общественной палаты за круглым столом представила ее председатель Егатерина Дегтярева. Также она рассказала о роли СМИ в гармонизации межнациональных отношений и показала фильм о работе телеканала ЛРТ. Взаимодействовать со СМИ обязательно надо с местными, чтобы рассказывать о своих положительных опытах в автономиях, в центрах, чтобы донести до общественности именно хорошие практики. Не один негатив, который бывает, мы и слышим с экранов, а именно о хороших практиках. А давайте узнаем, что значит русский язык сегодня для люберчан. Я горжусь тем, что русский наравне с азербайджанским для меня вторым родным языком. Я представляю малахскую еврейскую общину, вся наша община разговаривает на русском языке. Далее участники круглого стола рассказали о своих успешных практиках и проектах. Среди выступающих были руководители национальных автономий, общественных организаций, представители администрации и учебных заведений. Мы разработали проект. Он называется «Фестиваль национальных культур. Радуга дружбы». Каждый наш фестиваль — это прежде всего преодоление незнания, изучение культурных, религиозных и национальных особенностей, погружение в богатый духовный мир людей, не похожих на тебя, но являющихся гражданами твоей страны. Был построен музей «Еврейская Малаховка», где уделен также открыт зал, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Это евреи, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, которые вернулись с войны, которые, соответственно, погибли. В завершении встречи было решено рекомендовать комиссиям общественных палат, организациям, образовательным и административным учреждениям, занимающимся миграционной политикой и межнациональными отношениями, обратить внимание на положительный опыт городского округа Люберцы. Яна Яковлева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.